Привет всем, кто любит обновить свой гардероб. Кстати, уже в преддверии весны сейчас очень много разных скидок на всех сайтах. Я сегодня вам расскажу о классной акции, которая будет проходить на сайте Shein и покажу заказ из магазина Yoins и кое-что с Алиэкспресс. На самом деле большинство покупок очень-очень классные и я довольна качеством, но, как обычно, заказы с китайских сайтов это такая рулетка и случаются промахи даже у меня. Сегодня я покажу вам, с какими вещами промахнулась в этот раз и это, опять же, полезная информация к размышлению, потому что не все то золото, что блестит, как говорится. Давайте приступим! А начнем мы с вами с моего заказа из магазина Shein. Я очень надеюсь, что вам понравятся варианты примерки, покажу, что с чем можно носить и, на самом деле, не случайно. Дело в том, что с 7 по 14 февраля на сайте Shein будет проходить акция ко Дню Святого Валентина. Будут действовать классные скидки. Опять же, все условия вы сможете увидеть прямо на сайте магазина. Обязательно заходите по ссылкам, которые оставлю прямо под этим видео. И если вещи какие-то понравятся из сегодняшнего видео, то вы сможете их приобрести с максимальными скидками. Ну а сейчас давайте приступим! Первое, что я вам сегодня покажу, это просто моя давняя уже хотелка, что называется. Я очень-очень искала себе такую юбку, но предложенные варианты в таких магазинах, как Zara и даже Reserved, зачастую очень-очень такие небюджетные были, а на скидках я не успела себе прихватить такой экземпляр. Итак, юбка выглядит вот таким вот образом. Она как будто бы из такой ткани, я даже не знаю, немножко напоминает атлас, но он как будто матовый, то есть она практически не блестит. Я заказала себе в размере XL, потому что параметры указаны на сайте Наталью. Я решила, что мне будет маловато, она на мне не застегнется. Ну и как обычно происходит с нами девочками, мы очень сильно преувеличиваем свои габариты. В общем, по факту юбка немного мне великовато оказалась, и в талии в том числе, поэтому не знаю, то ли есть какие-то неточности в параметрах там, то ли я себе прибавила лишних объемов в талии. В общем, я на всякий случай оставлю свои параметры под этим видео, и думаю, что вы поймете, когда сопоставите их с данными с магазина. Итак, юбка отличного качества, просто. У нее был подшитый край, сейчас она обрезана без подшивки, потому что для примерки мне пришлось ее буквально на ходу подрезать. Сейчас она отправится в ателье, нужную длину для себя я определила. Смысл в чем? Это универсальная юбка, и на весну, и на осень, и даже на зиму, да-да, не удивляйтесь. Ее можно комбинировать с чем угодно, это хорошая базовая плессированная черная юбка. Такой длинный юбок на это время года в моем гардеробе еще не было, но я видела классные образы в разделе стрит-стайл, я покажу вам, чем вдохновлялась, картинки будут где-то здесь. Поэтому, да, очень-очень довольна этой юбкой, качество у нее классное. Единственное, очень важно не промахнуться с собственным размером. Замочек у нее вот такой потайной, он с боковой стороны, есть такие петельки, чтобы ее подвешивать, и размер, конечно, размер это что-то. Ну, в общем, не преувеличивайте свои размеры, в примерке все сможете посмотреть. Мне кажется, это такая немножечко универсальная базовая вещь, которую реально можно носить. И, да, это вещь, которая не привязана к какому-то возрасту, я не знаю. Мне кажется, могут сейчас носить такие вещи и девочки от 18, и намного-намного старше, что называется. Поэтому, да, все зависит от того, как вы стилизуете. Следующая вещь. Следующая вещь, это очередной свитерок. Мне очень хотелось такой свитер, чтобы, во-первых, у него был узор какой-то, типа косами вроде как, а во-вторых, чтобы у него были прям длинные такие рукава, которые вот создают объем не вот в этой части, потому что у меня здесь, ну, руки немного полноваты, а переносят объем вот сюда. Мне кажется, у меня получилось. Это такой вот холодный бежевый оттенок. Насколько я помню, это акрил. Вроде акрил. Нет, здесь как раз не только акрил. Акрила 74%, полиэстера 22% и 4% спандекса. То есть он еще немного вроде как тянется. По качеству этот свитерок оказался очень похож на один из давно мною заказанных серых. Если найду, ссылку здесь оставлю на видео с примеркой того серого свитерочка с таким вот горлом. В общем и целом, должна сказать, что это очень и очень теплая вещь. Очень теплая. То есть в помещении, где, к примеру, комнатная температура, вам точно будет жарко. Поверьте мне. В остальном он очень мягкий. С современного такого кроя, я бы сказала, есть такая вот резиночка. Он объемный, он классный. Я его заказала в размере, как ни странно, M. И он даже на мне в этом размере смотрится так вот очень-очень универсайз. Поэтому имейте в виду. Мне понравилась вещь. Он тоже классно комбинируется. Я думаю, что для образов в стиле Total Beige или, например, вот как сейчас будет модно весной, очень много белого и так далее, с голубыми джинсами тоже будет классно смотреться, потому что это холодный оттенок бежевого. Не теплый, не песочный такой немножко, да, уходящий, а наоборот, больше с розовинкой. Классный, очень довольна. Могу его рекомендовать. Если вы искали такой вот универсальный свитерок, присмотритесь. Особенно девчонки, у кого есть такая же проблема, как у меня, и вы хотите перенести объем с верхней части на вот как раз на сами ручки. Дальше. А дальше я вам покажу юбку. Опять. И это снова плессировка. На самом деле, почему? Потому что она не выходит из моды, и это очень универсальная вещь. И на самом деле, эту плессировку заказала, потому что там были классные отзывы. Просто классные. Начну с того, что я ожидала, что юбка будет немножко похожа на те, которые я заказывала с Алиэкспресс. На самом деле, нет. Качество этой ткани намного лучше. Я вам попробую показать ее поближе, чтобы было понятно. Внутри она выглядит вот так, а снаружи, ну, я даже не знаю. В общем, она очень-очень классная, качественная по пошиву в том числе. Но мне не нравится резинка, честно. Потому что она сшита вот таким вот образом. Из-за этого в талии добавляет объема. И плюс ко всему, как бы так сказать, в общем, когда вы ее снимаете, одеваете, она начинает переворачиваться внутри, и это не очень комфортно. Сама же по себе юбка тоже оказалась очень-очень длинная для моей ростовки. Я тоже заказывала, по-моему, либо в L размере, либо в XL. Я посмотрю и на всякий случай уточню прямо под этим видео. В любом случае, мне понравилась ткань, мне нравится цвет. Она после стирки и выглядит вот таким вот образом. Ее, конечно, желательно отпарить. Я ее подрезала буквально ножницами. После видео она отправится тоже у меня в ателье, для того, чтобы ей обработали край. Надеюсь, в примерке вам будет видно. В принципе, ее очень легко комбинировать с разными вещами. Поэтому, да, смотрится она классно. Следующая вещь. Очередное трикотажное платье. Почему заказала? На самом деле, вы уже, наверное, все в курсе, что Пантон выдал цвета на весну, которые будут популярны и так далее. Я заметила, что очень много таких зеленых и голубых оттенков. Поэтому я поняла, что у меня зеленого такого вот платья именно этого оттенка красивого не было никогда. Я как-то заказывала из магазина Шиин тоже зеленое платье, но оно было темно-бутылочного цвета. А это такой моховый цвет, но он очень красивый. Вот сейчас, кстати, его лучше всего видно. В примерке он кажется немножечко темнее, но это опять же из-за освещения. В целом, очень прикольное платье. Это платье не слишком плотное, но при этом его крой напоминает кокон. Из-за этого оно смотрится прям бомбезно. И длина его вытягивает. Платье в размере L. И у нас здесь, у нас здесь, что у нас здесь? Из чего оно сделано-то? Акрил, стопроцентный акрил. То есть, я думаю, вы понимаете, что стирка рекомендована в этом случае при 30 градусах. Здесь длинный хороший рукав, который я, как правило, подворачиваю. В общем и целом, платьем я очень-очень довольна. Это такая базовая модель. Опять оно прямое, широкое. Кто не любит такие мешковатые платья, можете смело приталивать их при помощи широких кожаных ремней. Я пробовала, смотрится неплохо, но мне комфортнее пока сейчас носить именно такие вот немножко мешковатые вещи. Потому что, когда, например, на прогулке с ребенком, либо куда-то по делам, в любом случае требуется такая определенная маневренность. И мне комфортнее, когда ничего не сковывает движение. В будущем, скорее всего, я буду тоже носить с ремнем, возможно. Мне кажется, что на прохладную весну тоже это отличная вещь. Потому что сверху можно косуху накинуть пресловутую, которая, наверное, всем уже надоела. Потому что ее все стилисты рекомендуют добавлять буквально ко всем образом. Ну, что греха таить. Поэтому, да, можно с чем угодно носить. Классное платье. Мне нравится. Я довольна. Потому что те трикотажные платья, которые я заказывала до беременности, они в основном из тонкого трикотажа. И, я думаю, ни для кого не секрет, что они имеют такое обыкновение подчеркивать недостатки фигуры. Вот. Подобные платья все скрывают и шикарно смотрятся. Дорого-богато, как говорят. Следующая вещь. На самом деле, я просто обнаружила, что у меня нет ни одной прям вот такой белой, кипельно-белой маленькой сумочки на весну. Я любитель именно маленьких сумочек жесткой формы. Не очень люблю такие мешковатые, крупные, огромные. Сейчас скажете, как же так? Мама вроде с детьми. Надо что-то такое, рюкзаки там или объемные. Нет. Ничего подобного. Я люблю маленькие сумочки, потому что туда помещается телефон. Вот как, например, эта сумочка. И сюда легко поместится большой телефон. У меня 6+, айфон. И да, она аккуратная, очень симпатичная и очень-очень бюджетная. А так как сейчас, я думаю, ни для кого не секрет, вот такие вот стеганые варианты очень-очень актуальны. На весну, я думаю, она отлично меня выручит. Здесь все это выглядит так. У нее оказалась очень качественная цепочка. Я на сайте еще рассмотрела. При ближайшем рассмотрении она выглядит так. Хотя немного желтовата. Хотелось бы, конечно, наверное, посветлее. Возможно, она потом как-нибудь при носке немножко вылинеет. Как говорят. В общем, ее можно вытягивать. И вот будет как-то так, подлиннее. Вот здесь. Вот. Получается такая вот. В общем, мне нравится. В принципе, за свою цену вполне себе адекватная вещица. Симпатичная. Можно носить через плечо, как в кроссбоди. Можно на коротеньких таких вот лямочках. Как сейчас модно. Коротенькие сумочки. Я думаю, для вас это не секрет. В общем, нормальная такая сумка. Очень-очень понравилась. Симпатичная. Своих денег точно стоит. И еще одна сумочка тоже была у меня в заказе. Мне захотелось. Такую маленькую сумочку. Почти что кошелечек. Опять же, в эту сумку легко помещается, как ни странно, мой телефон. Вот таким вот образом. Нормально все. Что касается самой сумочки. Это, ну, как сказать, фактурная такая, что называется, под крокодиловую кожу. Понятно, что это ни кожа ни разу. Но, тем не менее, выполнена она нормально, качественно. Носить ее можно. И я хотела именно такую на коротеньком ремешке. Его можно удлинить и носить как кроссбоди. Но мне не хватало именно такой к некоторым моим образом. Поэтому на сайте я присмотрела. Стоит она тоже. Очень и очень бюджетно. Как мне кажется, симпатичная. Вообще, сумки жесткой формы всегда придают больше аккуратности, что ли, образу. Поэтому я, собственно говоря, к таким и присматривалась. И вообще, вот этот вот маленький замок напоминает мне портфели школьные. Знаете, да? Ну, в общем, симпатично смотрится. Очень такая мимишная вещь. Ни к чему не обязывающая. Это такие сумки, которые, знаете, выходя из дома, схватил, не думая просто, и побежал, что называется. Без каких-либо заморочек. Теперь приступаем с вами к заказу из магазина Йоэнс. У меня появилась возможность сделать заказ восьми вещей для обзора. Честно скажу, с магазином я познакомилась впервые. Хотя отзывы разные слышала. Собственно, сегодня у вас будет возможность сравнить, что называется. Как это подобное видео, по-моему, называется. Ожидание, реальность, да? Вот сегодня мы с вами посмотрим. Сразу скажу, те вещи, которые мне очень понравились, я их буду показывать первыми. А то, что вызвало немножечко у меня сомнения, скажем так, оставлю напоследок. Поехали. Коробка довольно большая. Просто потому, что вещи в ней достаточно объемные. Первое, что мне очень и очень понравилось. Я очень довольна заказом именно из-за этой вещи. Потому что это пуховик. Он очень объемный. Здесь комбинирована черная ткань и вот такая бежевая. Внутри он бежевый, снаружи черный. Но черная ткань не блестит. Она абсолютно матовая. Есть вот такие вот манжеты. Они очень плотно облегают руку. И да, почему заказала такую куртку. Мне хотелось немножечко примерить на себя этот тренд с объемными пуховиками. Этот немного, как мне кажется, в спортивном стиле. Что касается фурнитуры. Вот таким вот образом все это выглядит. Довольно крупное, массивное. Застегивается на замок сверху, закрывается на кнопочки. Сейчас покажу поближе. Вот так вот все это выглядит. Он реально теплый. Он прям обалденно теплый. Я была в нем на прогулке с детьми в минус 17. Было ветрено. Нисколько не продувается. Просто шикарный. Теперь, как я добилась этого объема. Потому что сам по себе пуховик совсем не относится к объемным моделям. На сайте, на фотографии девушка, которая примеряет, видимо, свой размер, выглядит иначе. Я заказала размер XXL. И именно поэтому пуховик на мне так сидит. Мой рост 166. Вы можете примерно понять, как это выглядит. Но я очень довольна. Я показывала его в Instagram, в Stories. Были вопросы, откуда эта вещь. Вещь из магазина Йоэнс. И она классная. Прям классная. Если, опять же, вы любите спортивный стиль, уверена, вы останетесь довольны. Ну, а дальше вас ждут свитера и кардиганы. Потому что их много не бывает. Комбинировать можно с чем угодно. Единственное, что нужно, конечно, обращать внимание на расцветку. В общем, в Instagram, собственно говоря, да и на Pinterest стритстайл-блогеры очень много показывали разных подборок луков, аутфитов, где фигурировал принт Леопард. У меня в гардеробе есть юбка с этим принтом, есть платье. И я подумала, почему не заказать кардиган. В общем, я заказала себе не только кардиган, но и свитер Oversize. Свитер выглядит вот так. Я надеялась, что он будет чуть посветлее, все-таки более бежевый. Он оказался темнее. Но я буду показывать все картинки, естественно, для того, чтобы у вас была возможность сравнить, что называется, ожидание и реальность, ведь правильно? Вот, по качеству он мне очень понравился. Был небольшой запах, когда приехала вещь. Все предыдущие запахом не обладали с магазинов, поэтому я не акцентировала на этом внимание. Значит, размер. Размер у нас здесь L. Размер L. И, ну, он очень объемный. Оказался очень-очень объемный. Для моей ростовки его, наверное, можно носить как мини-платье. Я, конечно, так не осмелюсь. Тем не менее, имейте в виду. Сам по себе мягкий-мягкий. Это не самая плотная вещь, но он очень приятный к телу. Его можно комбинировать с узкими джинсами черными скини. Я их не нашла, где-то запрятала у себя. Вот, поэтому одела с леггинсами под кожу. В общем и целом, вещь мне понравилась. И принт интересный. И, ну, вот, чтобы разбавить, так сказать, скучные будни, почему и нет. Мне, по-моему, как брюнетке, вполне себе неплохо подходит это сочетание. Ну, а вы уже смотрите, как вам нравится. В принципе, мне нравятся такие объемные свитера за то, что их можно носить по-разному. Вы можете его как мини-платье. Можете его подпоясать каким-нибудь кожаным ремнем с узкими джинсами. Можно без ремня. Да, как угодно, собственно говоря. Поэтому, да, сама по себе вещь очень-очень классная. Следующее. Следующее, это как раз кардиган. И он в похожей расцветке. Я на всякий случай покажу их рядом, для того, чтобы вы поняли. Здесь, скажем так, различия только в размере вот этих самых пятнышек. На кардигане они более крупные. И когда мама у меня увидела этот кардиган, сказала, боже мой, что это такое? На самом деле, мне вещь понравилась, потому что он выглядит интересно, если его стилизовать. Опять же, вы можете одеть брюки черные на высокой талии под ремень и его модненько заправить. Хотите, оденьте согласно юбкой черной, которую я показывала ранее. Хотите, да как хотите. На самом деле, масса вариантов. Можно с бежевыми джинсами, с коричневыми брюками, как угодно. Сама по себе вещь, любой образ, где есть базовые однотонные вещи, украсит и добавит ему изюминку. Это однозначно. Здесь вырез достаточно большой, вот этот вот горловина. Он позволяет приспустить на одно плечо этот кардиган. В общем, он классный. Он мне очень понравился, и это такая интересная вещь для тех, кто любит поиграться со своим гардеробом. Серьезно. Я довольна, могу рекомендовать. Все ссылки, напоминаю, оставлю прямо под этим видео. Поэтому не стесняйтесь, заглядывайте. Если будут какие-то промо-коды на скидку, я тоже их все оставлю там обязательно. Пользуйтесь на здоровье. Уверена, что вам понравится делать заказы в магазинах. Если есть еще возможность сэкономить. Да-да. Итак, следующая покупка, это снова кардиган. И сейчас вы поймете, почему я его на самом деле заказала. Все дело в том, что на картинке, покажу здесь, он не выглядит типичным. Мне стало интересно. Я попробовала обычные кардиганы, которые у меня есть, подобным образом развернуть. Но они выглядят немного иначе. Разница, знаете, в чем? Но дело в том, что у этого кардигана обратная сторона, то есть спинка, выглядит вот таким вот образом. То есть здесь есть вот такой как бы вырез. Именно из-за этого его можно носить по образу и подобию свитера. А можно и вот так вот носить вперед, собственно говоря. Но тогда пуговица, мне кажется, выглядит скучновато. Я показывала несколько образов у меня в инстаграм, вы можете посмотреть. Его можно комбинировать как угодно, имеется в виду этот кардиган, потому что он базовой расцветки, с холодным подтоном бежевый. И он такой вот плотный. То есть это такой трикотаж, мне кажется, наверное, на несколько лет точно, потому что из моды он точно долго еще не выйдет, потому что он смотрится плотным, тяжелым, таким увесистым. Соответственно, не выглядит дешево, как минимум. Во-вторых, цвет очень выигрышно тоже смотрится и в образах, и его очень классно можно комбинировать. Я его и с джинсами комбинировала, и с юбкой. И, собственно, смотрится он и так, и так классно, как мне кажется. Поэтому, если вы искали себе вот такую вот базовую модель. Да, кстати, я не сказала о размере. Сейчас посмотрю. Ну, вроде бы тоже заказывала специально в большом размере. Так. Да, этот кардиган в размере аж на XXL. То есть, вы можете заказать себе поменьше размер, если хотите, чтобы он сидел больше по фигуре. Мне хотелось такой объемный, для того, чтобы, опять же, попытаться повторить те образы, которые я видела на стрит-стайл. Дальше я покажу вам вещь, которая немножко, вот как бы, не знаю, вызвала у меня недоумение. Просто потому что, как мне кажется, по факту оно немного недоработано. То есть, пальто. Выглядит оно вот так. Я заказала в размере XXL. И при моих параметрах, опять же, укажу все в инфобоксе. Оно, конечно, сходится на мне. Пальто сходится на мне даже в области бедер, скажем так. Но, рукав, конечно, мне длинноватый. Я его специально подогнула для примерки. Длина у этого пальто хорошая. Но, вот такое впечатление, что как-то модель недоработана, что ли. То есть, вот вид у него такой, вроде бы, должно быть спортивным тогда уж. Это вряд ли классика. Но, при этом, не знаю, длина тогда, мне кажется, не так смотрится. Посмотрите в примерке, скажите, что думаете. Цвет неплохой. Очень неплохой. Здесь, ну, не знаю, мне кажется, что вот, что касается воротника, то можно было, наверное, что-то как-то вот, ну, не знаю, не такие угловатые, что ли, сделать лацканы. Что-то не так. То есть, смотрю на вещи, и вот все время какой-то вопрос, что не так. Что не так скроено, или оно на мне так неправильно село. Я, в общем, не поняла. Итак, что касается состава. Вот здесь вот указаны бирочки. 80% полиэстер, 20% это хлопок. И, в общем и целом, на ощупь вроде бы и приятная ткань, но она как-то так немножко хрустит. Поэтому, да, я его пробовала отпарить. Все равно немного мнется. Поэтому, не знаю, спорная такая вещь. Рекомендовать не стану. Делайте выводы сами. В примерке я вам показала то сочетание, которое мне как-то пришло в голову, глядя на эту модель. Других не представляю, если честно. Вариантов. Итак, следующая вещь, скажем так, когда я заказывала, на картинке мне показалось интересно. Но в реальности немного отличается. В общем, это такое платье. И, должна сказать, что задумка у него хорошая, если бы не ткань. Вот серьезно. Мне понравилась идея. Я заказала себе в размере XL. И, наверное, это было моей ошибкой. Надо было, может быть, на размер меньше заказать. Но в любом случае, девчонки, честно говоря, у этого платья классная идея, но очень такая неприятная, что ли, к телу ткань. Вот так она выглядит. Я покажу, как оно смотрится на мне. Именно в этом размере. Вроде бы сидит неплохо. А вроде бы и как-то вот совсем не айс. Не знаю. Думайте сами. Если честно, сама я точно его, скорее всего, носить не буду. Просто потому, что, ну, мне не понравилась ткань. Но идея этого платья очень неплоха, на самом деле. Если бы здесь был какой-то такой натуральный материал, возможно, либо что-то такой вот врубчик другой, скажем так. Ну и цвет. Цвет какой-то такой немножко грязно-серый, что ли. Мне хотелось увидеть больше меланжевую, наверное, вещь. Ну, не знаю. Опять же, это мои ожидания. Возможно, я просто другую вещь себе представила. Именно поэтому не поняла этого платья. В общем и целом, в примерке смотрится, мне кажется, неплохо. Но носить его, сама по себе ткань душная. Это полиэстер. Он тянется. Там есть какая-то доля спандекса. Я сейчас попробую бирку найти, а то как-то голословно получается. Да, 85% полиэстер и даже 15% здесь вроде как хлопка. Не знаю, я хлопка не почувствовала. На мой взгляд, это прям голый полиэстер. Поэтому, да, вот насчет платья большие сомнения. И осталось буквально две вещи, которые я вам покажу. Вот эта вещь тоже вызвала у меня кучу вопросов. Я, возможно, сама тоже ошиблась с размером, потому что заказала, опять же, XL. Дело в том, что меня смутила информация о размерах. Какую бы вещь вы не открыли на сайте, там везде указаны одни и те же параметры. И у меня возник вопрос, правильные ли они. Вот, собственно говоря, у вас есть возможность сравнить. Итак, ткань. Внешне она очень приятно выглядит. Такая интересная, гладенькая, как будто бы замшевая. Внутри выглядит вот так. Так, подкладки у этого тренча нет. Это тренч на самом деле. На картинке здесь покажу. Смотрится он неплохо на сайте, но по факту вещь такая тяжеленькая. Здесь есть вот такие вот ремешки на рукавах. Поясок здесь обычный тканевый. Мне кажется, что он, кстати, не очень хорошо смотрится. И вот эти вот боковые украшения в области груди, они выполнены с подкладом. Вот почему не сделать такой подклад внутри у самого тренча, не знаю. В общем, эта вещь на самом деле тоже вызвала у меня ряд вопросов, потому что либо не хватает длины, либо вещь мне велика. Ну, в плечах, я думаю, вы в примерке сами поймете, что явно он не великоват. Вот. Не знаю. Сама по себе ткань классная, но с кроем этой вещи, либо что-то не так, либо просто на меня вещь не села. Не знаю. Нравится вам или нет, выводы делайте сами. Рекомендовать вам эту вещь я не стану. Скажу только, что вполне возможно, что я ошиблась с размером. Может быть. Но на мою ростовку, мне кажется, длины у этого тренча не хватает. Либо это не до длина, либо это чересчур. Я пока не поняла, не разобралась. Вот. И поэтому, да, как бы такая спорная для меня вещь. Наконец, вещь, которая вообще не оправдала моих ожиданий, потому что я надеялась получить свитер рыхлой вязки. Собственно, как он и выглядит на картинке. А по факту получила вот что-то вот такое вот. Здесь размер XL, потому что я хотела, чтобы он так немножечко внахлёст, что ли, носился. Ну, свободненько, оверсайз. По факту это такая вот странная ткань, похожая на вафельное полотенце. Расцветка, конечно, отдаленно напоминает то, что заявлено на сайте магазина. Но в целом, даже не знаю, что сказать. Здесь и рукавата, собственно говоря. Ну, я бы сказала, что это такая скорее вариация Long Sleeve. Да, вот из такой вот довольно приятной, кстати, к телу ткани. Сама по себе ткань, наверное, даже, может быть, и хлопок содержит. Не знаю, сейчас посмотрю. Нет, стопроцентный полиэстер. Но ткань недушная. Расцветка такая, может, даже и приятная. Но если бы ни одно но, не совпадение с картинкой, как мне кажется. То есть, я поняла, что это будет именно свитер рыхлой вязки. Такой, а по факту, это какая-то такая футболка с длинными рукавами. Примерку я ее не буду показывать, потому что, честно говоря, даже не знаю, как ее стилизовать. Ну, и, наконец, последняя вещь, которая вот сегодня, собственно говоря, на мне, это заказ из магазина Алиэкспресс. Здесь есть еще вот такой вот малюсенький кулончик. Я надеюсь, вам видно хорошо. Что хочу сказать? Я покажу поближе это ожерелье. Скажем так, на троечку. Потому что мне не понравилась вот эта вот нитка жемчужная. Если бы здесь, может быть, такой жемчуг был вроде как разной формы, да, такой природный, то смотрелось бы эффектнее. Во-вторых, сами кулоны выполнены тоже так себе. Оставляет желать лучшего. Ну и самое главное, размер этого колье. Оно очень-очень близко к горлу. То есть, может удушать, что называется. То есть, на очень маленький объем шейки. Если у вас тоненькая шейка, вам подойдет. Если шейка пошире, то, соответственно, будут проблемы. Вы не сможете одеть это колье. Ссылки все оставлю прямо под этим видео. Спасибо, что посмотрели сегодня этот обзор. Я очень надеюсь, что вам понравилось. И вы что-то себе присмотрели. Особенно обратите внимание на скидки, которые будут в магазине ШИИН. Заходите ко мне на инстаграм. Там показываю очень много интересного. Примерку в том числе. И да, я буду рада, если вы подпишетесь. Поставите лайк этому видео. И увидимся с вами в следующих видео. Всем пока!